Итоги четверга подведем вместе с коллегами в студии Ирина Кожина. Здравствуйте! И вот главные выпуски. В Архангельске продолжают готовить добровольцев для службы в зоне СВО, как работает учебный центр. Экскурсия по IT-парку и обсуждение тем российского образования. В Архангельске начала работу конференция Арктико-национальный мегапроект. Авторам культовых детективов и не снилось. Сегодня день сотрудников органов внутренних дел России. Расскажем о раскрытии громкого дела. Более 20 тысяч северян получили здесь свою путевку в жизнь. Вековой юбилей отмечает Архангельский техникум водных магистралей. В учебном центре подготовки граждан к службе выпустили четвертый по счету курс добровольцев. 10 человек, не только жители области, но и Ненецкого автономного округа, отправятся на службу по контракту в зону специальной военной операции. У Петровича, такой позывной у добровольца из Наринмара, за плечами срочная служба в армии. Когда он узнал о наборе в учебный центр Архангельской области, не раздумывая, сделал свой выбор. За 10 дней Петрович и его товарищи прошли специальный учебный курс. Инструкторы очень хорошие. На самом деле, действительно, все, что они тут рассказывают, пригодится в реальных действиях. И поможет сохранить жизнь тебе, твоему боевому товарищу. Учения проходят в полевых условиях. Добровольцы отрабатывают огневую подготовку, работу в команде, а также осваивают тактические, медицинские, инженерно-саперные и другие дисциплины. Кстати, на базе центра учат и управлять дронами. С каждым набором программа сборов совершенствуется. Главная задача центра – максимально качественно подготовить всех желающих служить по контракту, дать навыки, необходимые при выполнении боевых задач. Здесь у нас будет передвижение на поле боя под взаимным прикрытием, со сменами магазина, разворачивание в подгруппе, эвакуация раненого в зеленую зону оказания ему помощи. То есть все будет отработка в комплексе. Такой курс уже прошли больше 40 северян. Работа центра основана на успешном сотрудничестве сразу нескольких организаций. Организация данных курсов при поддержке, в первую очередь, правительства Архангельской области, а также непосредственно Центра патриотов Архангельской области. Мы оказываем все материально-техническое обеспечение данных курсов, привлекаем специалистов со стрелкового клуба. Большинство из этих бойцов отправятся служить по контракту в Архангельский батальон 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Северного флота. К слову, очередной курс подготовки начнется на следующей неделе. Дмитрий Черноусов, Дарья Евграфова, Александр Кузнецов. Регион 29. Военно-тактической подготовкой занимаются теперь и в Архангельской школе единоборств один на один. Спортсмены от 18 до 45 лет выбирают это новое направление тренировок, чтобы освоить оружие и правила ведения боя. На тренировки побывала и наша съемочная группа. Инициатор проекта «Военно-тактическая подготовка молодежи» Северодвинское отделение боевого братства стал победителем ежегодного грантового конкурса от областного центра «Вместе мы сильнее». На сумму почти 500 тысяч рублей в школу единоборств купили необходимое для тренировок снаряжение. Впереди нужно будет закупить материал для отработки военно-тактической подготовки с ребятами. Гранаты, пульки. К тренировкам здесь самый серьезный подход. Их проводят военные в отставке, действующие инструкторы братства краповых беретов и отряда «Ратник». Их подопечные спортсмены в возрасте от 18 до 45 лет, для которых занятия по тактической подготовке вовсе не развлечение. Данное направление выбрал только потому, что на данный момент в нашей стране это более актуально. Я считаю, что все молодые люди должны быть готовы к тому, что в любом случае их могут призвать. И, соответственно, применение оружия, как минимум, как правильно держать оружие, они должны знать. Тренировки в школе единоборств проходят четыре раза в неделю. А чтобы присоединиться к ним, достаточно прийти в любой удобный день или позвонить по номеру телефона, указанному на экране. Виктория Воронцова, Денис Линчевский, Регион 29. В Архангельске начала работу конференция «Арктика. Национальный мегапроект. Кадровое обеспечение и научное сопровождение». Участники посетили IT-парк «Сафу» и обсудили будущее российского образования. Как ускорить процесс цифровизации в Арктике и сделать его эффективнее? Эту тему обсудили участники конференции. Без подготовки качественных кадров, развития арктических проектов просто невозможно. Но понимает бизнес, сегодня присутствует большое количество компаний различных, которые являются непосредственно непотребителями тех продуктов, например, IT, так и непосредственно компания-разработчики, которые, кстати говоря, крайне заинтересованы после появления, после анонсирования, после появления информации о том, что в Архангельске уже завершается создание IT-парка «Цифровая Арктика», заинтересованных тем, чтобы локализовываться здесь. Открытие IT-парка «Сафу» – новый этап в развитии областного центра. Здесь будут готовить специалистов для арктической зоны. Участники и гости конференции побывали в парке на выставке «Цифровые технологии в освоении Арктики». Здание IT-парка – просто замечательное, замечательное место, локации. Я уверен, что все приезжающие в этот замечательный город будут впечатлены о том, где располагается будущая мека высоких технологий. И выставка показывает, что высокие технологии здесь будут развиваться. Возможности IT-парка сегодня оценила глава Архангельска Дмитрий Морев. Действительно, современным студентам можно позавидовать. На такой площадке им открываются все современные тренды в образовании. Прежде всего, это тренд персонализации, когда каждый студент получает уникальное для него в идеале элитное образование. Второе, чтобы это стало возможно, университеты должны стать так называемые университеты 3.0. Они должны сочетать в себе образовательную повестку, исследовательскую провестку и новатику. Ремонт в IT-парке «Сафу» закончили недавно. Сейчас о большой истории здания напоминают исторические доски памяти. Одна из них посвящена дважды Герою Советского Союза Николаю Гулаеву. Вторая 50-летию со дня формирования 10-й отдельной армии ПВО. Вероника Смолюкова, Ольга Красулина, Регион 29. В Верхнитуемском округе заасфальтировали трассу Усть-Вага-Ядриха. Протяженность последнего отремонтированного участка 14 километров. Несмотря на то, что это один из самых сложных объектов, Дорожно-строительная организация «Севзообдорстрой» сдала его раньше срока. Мой коллега Александр Богданович побывал на открытии. И под занавес строительного сезона мы перешагиваем на обновленную трассу Усть-Вага-Ядриха. Новый асфальт здесь появился благодаря федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». 14 километров с 87-го до 101-го. Это последний этап капремонта дорожного полотна и перевода гравийных участков автодороги в Верхне-Тоимском округе в асфальтобетон. Производилось устройство прослойки из нетканого синтетического материала. Далее производилось в два слоя устройство основания щебеночное, песчаное и гравийной смеси С4. И далее уже в два слоя устраивалось асфальтобетонное покрытие. Это тип Б 8 сантиметров и верхний слой щебеночно-мастичный асфальтобетон толщиной 5 сантиметров. Эта автомобильная трасса – одна из ключевых транспортных артерий региона. И грунтовый участок вызывал много нареканий как у автолюбителей, так и у пассажиров автобусов. И красная лента перерезана. Теперь Верхне-Тоимский округ и еще шесть муниципальных образований получили качественный 38-килоидровый участок дороги. Почти 2 миллиарда рублей ушло на реконструкцию. И она бы не состоялась, во-первых, если бы не подготовлена вовремя была проектом документации. Это мы сделали еще по, в том числе, серьезной поддержке со стороны областного собрания в период 18-19 годов. Ну и, конечно, очень сильно помог нацпроект «Безопасные качественные дороги». Проект предусматривал работы по разметке, установке дорожных знаков, шести остановочных павильонов и укладку тротуаров. А также для безопасности 682 сигнальных столбика. Качество, да, есть, потому что это все проверялось с нижних слоев. Лаборатория дала заключение все соответствует требованиям СНИП и ГОСТа. Согласно контракту, капремонт должны были завершить только в конце ноября. Но дорожно-строительная компания «Севзапдорстрой» сдала в эксплуатацию объект раньше срока. Это очень хороший результат. И я очень надеюсь, что при объемах финансирования, при должных, мы темпы снижать не будем. Работа наших подрядных организаций нам показывает то, что мы готовы выполнять, в принципе, любые задачи, которые перед нами будут ставить президент нашей страны и губернатор Архангельской области. В этом году проведен большой объем работ на дорожной сети региона. В нормативное состояние привели около 300 километров автомобильных дорог. Александр Богданович, Денис Ленчевский, Регион-29. Сегодня сотрудники органов внутренних дел России принимают поздравления с профессиональным праздником. За преданностью делу и самоотдачей порой стоят колоссальный риск и череда таких обстоятельств, что авторам культовых детективов и не снилось. И подтверждение этому мы находим в архивах Музея истории областного УВД. Эти кадры сделаны в сентябре 1994 года. Та осень многим запомнилась резонансным следствием по так называемому делу демонов, когда из церкви Святого Мартина в Архангельске были похищены 16 старинных икон. Поиск подозреваемых шел параллельно в трех городах – Архангельске, Санкт-Петербурге и Вышнем Волочке. Раскрытием преступления тогда занимался Владимир Перфилев, возглавлявший отдел по борьбе с посягательствами на культурные ценности. Благодаря тому, что своевременно была отправлена ориентировка, наши питерские коллеги вовремя при попытке сбыта задержали этого человека. Всего было задержано четверо злоумышленников, а руководил ими – антиквар из Вышнего Волочка. Четыре иконы оказались в городе на Неве. Остальные ценности прятали на чердаке деревянного дома в Кемском поселке. Они украли эти иконы по наводке. Художник, реставратор из Питера Гаврилов определил знаковые такие иконы. Во-первых, это северное письмо, икона 18-го, начала 19-го века даже. И выбирали-то какие иконы, которые богато, как говорится, украшены. Это оклады серебра в основном. Эти и другие факты из истории уголовного розыска хранятся в музее областного УМВД. По праву займет свое место в коллекции и альбом семьи Перфильевых. Для Владимира Ювеналевича служба в органах была предопределена. Его отец 10 лет возглавлял уголовный розыск в регионе. Из таких старших коллег нынешние стражи порядка неустанно берут пример, за что постоянно получают благодарности. Алексей Корельский, Артемий Заварзин, Регион 29. Стражей порядка региона сегодня поздравил губернатор Александр Цибульский. Торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел, прошло в региональном управлении МВД. Обращаясь к стражам порядка, глава региона отметил ключевое. Уровень преступности по ряду направлений снизился. Это касается и обстановки в общественных местах, и правонарушений среди несовершеннолетних. Идет интенсивная борьба с кибермошенниками. Сотрудникам МВД удается быть на шаг впереди, используя новые подходы в работе. Мы живем во время, когда цифровизация значительно облегчает многие процессы, помогает эффективно решать большинство задач. И полиция здесь не исключение. Высокие технологии открывают новые возможности для пресечения правонарушений и раскрытия преступлений. Но главной силой правоохранительной системы были и остаются люди. Как известно, девиз «Кадр решает все» актуален во все времена. Особо отличившиеся сотрудники сегодня отмечены наградами за профессионализм, помноженный на полную самоотдачу. За этой работой ежедневный труд, который требует разных качеств. Умение общаться с людьми, правильно оценивать ситуацию, выявлять риски и вести профилактическую работу. По словам начальника областного ОМВД Александра Притко, задачи по борьбе с преступностью и охране правопорядка решаются в тесном взаимодействии с правительством региона. Это касается в том числе реализации программ в рамках нацпроектов. Основная цель этих проектов является комфортное и безопасное проживание на территории Архангельской области наших граждан, наших земляков. Особые слова признательности губернатор выразил ветеранам органов внутренних дел, отметив их высокую нравственную закалку и преданность Отечеству. Артемий Заварзин, Регион 29. Прервемся на рекламу и далее продолжим. Группа компании «АИР» начинает строительство третьего жилого дома на улице Гайдара. Ранее был своевременно сдан жилой комплекс «Гармония». Это более 400 квартир для северян. Новостройку назвали лаконично. Город А. Новый жилой комплекс комфорт-класса будет восьмиэтажным. Всего 119 квартир. Во всех квартирах большие кухни и удобные планировки, а также застекленные балконы и лоджии. Для удобства жильцов на цокольном этаже мы разместили кладовые помещения. Дом строится в инфраструктурно развитой части Архангельска. Рядом находятся детские сады и школы, поликлиника, супермаркеты и торговые центры. Застроющий готов предложить разные варианты квартир – от 30-метровых студий до двух-трехкомнатных. Доступны любые ипотечные программы от семи ведущих банков. Уже заключено несколько сделок. Первым покупателям – кладовые в подарок. Вложение в недвижимость – это надежные инвестиции для сохранения вашего капитала. А также покупка квартиры на старте строительства – это всегда выгодно. Любые вопросы застройщику можно задать по телефону 46 08 80. Или посетить офис продаж по адресу площадь Ленина 4. Хочешь стать миллионером? Все просто. Приходи в Мегу и соверши покупку от 3000 рублей в Мегалайт от 1000 рублей. И получи купон-карту с 1 миллионом баллов на новогодние товары. Миллион ждет тебя с 7 ноября по 31 декабря текущего года. В организаторе акции правил ее проведения. Размеры скидок сроков вместе порядка получения. Можно узнать 8 800 222 1240. Продолжаем выпуск. В Архангельской области идут учения сотрудников МЧС. Они отрабатывают мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. По легенде, в результате диверсии произошел прорыв трубопровода с последующим разливом дизельного топлива. Начался пожар. Пострадал один из сотрудников объекта. В ликвидации данной чрезвычайной ситуации были задействованы силы и средства РСЧС, в том числе представители органов смытной власти Архангельской области, территориальных органов, федеральных органов смытной власти, органы местного управления. Всего было задействовано более 100 человек и 23 единицы техники. Развернут Межвестный оперативный штаб. Все цели и задачи учения выполнены. Такие масштабные тренировки сегодня проводятся во всех регионах страны. Вековой юбилей отмечает Архангельский техникум водных магистралей. За это время он стал альмаматор для многих судоводителей, судостроителей, поваров. Более 20 тысяч северян получили здесь свою путевку в жизнь. Чем же сейчас живет учебное заведение, узнал мой коллега Дмитрий Черноусов. И пусть эти парни бороздят пока виртуальные моря и океаны, они точно уже готовы выйти в открытое плавание. За штурвалом судоводители, но пока студенты Архангельского техникума водных магистралей. Проходят испытания на тренажере. Все условия приравнены к реальным. Пытаемся из пункта дойти в пункт Б. Надо учитывать, получается, учет ветра и течения, чтобы обойти все препятствия. Но техникум водных магистралей выпускает не только судоводителей, но и судовых поваров, сварщиков, судостроителей. А еще операторов станков с программным управлением. Поэтому пока одни оттачивают мастерство судовождения, другие на специальных станках вытачивают детали. Интересно очень. Ты занимаешься, готовишься, не работаешь с металлом. Всегда познаешь новое. Не на всех предприятиях есть рабочие станки, которые чипу. И тем, что очень много еще станков с ручным управлением. Некоторые вещи лучше делать на ручном управлении, тем, что оно быстрее будет работать. В соседнем помещении так называемый цифровой модуль. Здесь ребята пишут на компьютерах определенную программу. После эту задачу выполняют роботы. Это современное оборудование показывают министру образования региона Олегу Русинову, который посетил учебное заведение в его вековой юбилей. Вот в разговоре со студентами я уловил следующее. Им это нравится. Они понимают, что они получают определенные знания, навыки, умения, нарабатывают компетенции и они востребованы. Техникум выпустил более 20 тысяч специалистов. Сейчас здесь учатся более 600 студентов. Сейчас основной упор сделан на то, чтобы развивать сетевое взаимодействие с работодателем. Для того, чтобы качественно была организована практика на месте работодателя. Никто не отменяет, безусловно, учебную практику, но затем самое важное для того, чтобы именно там ребята постигли всю свою профессию в стандарте того, кому они впоследствии будут работать. Проверенный временем техникум водных магистралей продолжает писать историю и готовить настоящих профессионалов в области судоремонта и судостроения. Дмитрий Черноусов, Александр Кузнецов. Регион 29. Программы по развитию досугу людей с ментальными нарушениями чаще всего касаются тех, кто не достиг совершеннолетия. А перешагнувшие этот возрастной рубеж вынуждены находить себе занятия сами. Но проект архангельской организации «Мост» восстанавливает справедливость. Как именно, расскажем в сюжете. Собственный островок творчества нужен каждому. Особенно уязвимым группам людей, например, с ментальными нарушениями. Для них на базе комплексных центров социального обслуживания общественная организация «Мост» создала проект «Мастерская. Особое рабочее место». Такое пространство появилось и в Новодвинске. Здесь учатся столярному мастерству. Изучали инструменты. Ручной инструмент, столярный, электрический. Учились им работать. Изготовляли такие не очень сложные, но оригинальные поделки. Какие-то вешалочки для кухни. У нас не было оборудованной мастерской вешалкой для спецодежды. Мы тоже ее сделали своими руками. А в Северодвинском КЦСО проводят уроки по гончарному мастерству. Начали заниматься с пластилинографией. Разрабатывали мелкую моторику, готовили руки. Потом перешли на глину. И у ребят, в принципе, разделилось. Кому-то больше нравится работать с пластилином, потому что он меньше пачкает. А кому-то нравится глина, потому что она мягче. А пластилина надо дольше разрабатывать. Еще две мастерские открылись в Архангельске. В одной обучают шитью, а во второй – столярному делу. Четыре площадки в разных городах стали единой сетью для развития людей с ментальными особенностями. Но при этом в каждой разрабатывают индивидуальную программу. Нам очень бы хотелось, чтобы комплексные центры социального обслуживания подхватили дальше эту деятельность и организовывали уже самостоятельно дневную деятельность для людей с ментальными особенностями. В городе Новодвинске это получилось. И там будет продолжаться в проекте уже другой организации социально-дневная занятость. А в городе Северодвинске мы пока решаем этот вопрос. Проект со своей задачей объединить мастерские справился. И в каждой продолжают учить новому тех, для кого это особенно важно. Виктория Воронцова, Светлана Михеевская, Регион 29. Наш эфир подходит к концу. Пусть хорошие новости не заставят себя ждать. Расскажем о них завтра. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok